В ближайшее время откроется новый стационарный опорный пункт охраны правопорядка на Пионерском проспекте. Его оборудовали на муниципальные деньги. По словам начальника Анапского отдела полиции Андрея Терехина, таким образом ликвидировано, если не брешь, то одно из узких мест. Мы быстро построили благодаря нашим доблестам. Пришли, забланировали, построили, согласен, Юрий Федорович. Этот вопрос на протяжении семи лет, когда я возглавляю отдел, он оставался открытым. Мы каждый год в успешном порядке искали, где разместить сотрудников полиции, где будут находиться определенные силы. В этом пункте уже со временем, но стоят на работе. Там есть камеры для административно задержанных, временные. В администрации считают обеспечение безопасности жителей и гостей одной из первоочередных задач. Впереди в прямом смысле жаркая неделя, да и лето, когда разгар курортного сезона совпадает с проведением в России мирового первенства по футболу. В рамках подготовки к чемпионату мира нам, городу курорту Анапу, очень сильно повезло, потому что у нас есть две тренировочные площадки и мы принимаем общее участие в чемпионате мира по футболу. Я знаю, что многие силы будут отключены как на Сочи, так и на тренировочные площадки. Не повлияет это на безопасность граждан, отдыхающих, которые будут находиться на территории здесь города. В полиции пояснили, что задачи разделены. К сотрудникам, которые прикомандированы, чтобы обеспечивать безопасность на период курортного сезона, дополнительно приехали еще около ста человек. Я думаю, что имеющимися силами с использованием сотрудников отдела мы сумеем обеспечить безопасность и проживание тренировок безопасно, и в том числе курортного сезона. В минувшем году полицейские составили 400 протоколов за так называемый джипинг. 161 автомобиль отправили на штрафную стоянку, а 2 и вовсе снялись с регистрации. За сезон составили более 70 протоколов по факту нарушений, связанных с водными аттракционами и прокатом квадроциклов. По словам Андрея Терехина, 10 уголовных дел по факту организации горного бизнеса вне отведенных зон, также результат сопоставимый с общим по всему остальному побережью. Тема борьбы с нелегальным алкоголем на контроле у муниципальных властей. Каждый день минувшего года полицейские выписывали по три административных протокола в помощь в системе «Безопасный город». Общее число зарегистрированных преступлений больше на 4%. В то же время в среднем на четверть снизилось число квартирных краж и автоугонов. Глава курорта Юрий Поляков дал понять, что у муниципалитета и полиции во многом общая задача. Сегодня один из приоритетов – выделить полицейским новое помещение в селе Витязева. Мы все в работе будем заниматься. Думаю, что мы с вами это реализуем очень быстро. Думаю, пункт полиции мы обидеться в Витязево построим, сделаем. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.